Еще одна песенка, которая, в общем, звучала и, как сказать, до наступления новейших времен, но сейчас она опять звучит с особенной актуальностью. Михаил Щерпаков. А что везете, капитаны, из далека-далека? Везете вы бананы, ковровые шелка, виноградное варенье, на шуме-гарбарис, самоцветная камень, дар глины маис. Капитаны ждет Монтана, Ботсман, бывший армянин, а в кого-то ждет глян, а в кого-то ждет звенит. На транзиты тормозите, мы покурим на бока, вы ж его не привезите из далека-далека. Ботсман, брось свои сомнения, да подождет твоя Армения. А за корень лучшее наше, и ни о чем судьбу не спрашивай. Бабель Мандельский пролив, лишь бы знать, лишь бы ждать, лишь бы жить. Из Патагонии в Шанхай, из Барселоны в Параглай, куда-нибудь лишь бы плыть, лишь бы плыть. А ну и что, что вы на селе, а я сейчас на юге, и забыл, что есть на свете где-то льды и метели в юге. Высоко в горах белеет снеговая пронжа, я сижу в ранжее, побиваю оранжа. Эй, на воле на просторе, что ж ни жить, ни поживать, ни на лучшем мире в море, нам не успели бы швырять. Ни уюта, ни постели, ни скакушек, тебе невесты мне и здесь, и достаточник спошлю. Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-лай-лай-лай. А я адрес дам вам Индестан, и вы напишите мне Индестан, и пусть я вечно будет хорошо, но не со мной, как с кем-нибудь дешев. Баба-Лимандевский пролив, Баба-Лимандевский пролив, лишь бы знать, лишь бы ждать, лишь бы жить. И на гадай навсегда, Бог весть, куда-то не видал, но не будь, лишь бы плыть, лишь бы плыть. А захотим, и очень скоро, бросим, мосим, бросим всех, и уйдем высоко в горы, и поднимемся наверх, и помолимся колдуньям, особо молодым. В глаз не дунем, сверху сплюнем, над ущельем подстоим, он отчет, друг друга спросим, утвердительно киванет, быстро мостик перебросим, и по мостику пойдем. Что хотим, то выбираем, так устроим этот свет, может, мы дойдем до края, ну, а может быть, и нет, а потому что это гарантия. Нигде и ни на что потом не вспомнишь, где упал, и кто толкал, и кто держал, а каймаешься в миру, где незнаком тебе никто, и не поймешь, как ошибался, а решишь, что было бы вам. А ну и что ж, что ты на юге, а не дай бог, вдруг чего, и вот в другом тайга пургает, и хоть умри и не убежать, раз веса много, значит, должен кто-нибудь рубить его. Не будешь ты его рубить, и кочеветь, и подыхать, и тоже вроде бы обывал, и все чисты невинны сплошь, и никого из окружающих не упрекнешь. Поехали, мне кажется, не плохо, и я будто бы хороший сам, тоже вроде добрый, милый, честный человек. А вы бы, между прочим, взлетели бы на меня, когда я пиники козел, но я со склада воровал. И вы бы, между прочим, поужаснулись за меня, когда я их потом три дорого на рынке продавал. Па-па, пропивал ведь жалкие несчастные рубли, все в одиночку за углом, бутылки пряча под пальто. Вы были бы счастливы, что сами до такого не дошли, да потому что нет гарантии нигде и ни на что. Но где у вас гарантия, что хлеб, который ели вы, не будет завтра вам, как неоплатный долг, зачтен? И где у вас гарантия, что гимн, который пели вы, не будет завтра проклят, заклеймен и запрещен? Вот так живем, покуда честнее, до первого ущелья, до первого обвала, так что раз и навсегда. А что на юге? А на юге много места для веселья, там горы, пальмы, чайки, солнце, воздух, и вода бабыль-мандельский пролит, бабыль-мандельский пролит, лишь бы знать, лишь бы ждать, лишь бы жить. из ниоткуда в никуда, из ниоткуда в никуда, куда-нибудь, лишь бы плыть, лишь бы плыть. и бей-мандельский пролит. Спасибо. Так, ну что, я так понимаю, что все, да, надо передавать эстакету или еще одна песенка у меня есть? Одна песенка. Ага, начнем. Юрий Ким, для контраста, чтобы было понятно, насколько легче и свободнее дышится нынче, чем прежде, театральная история. Да, там действует... За давностью лет не все могут знать имена отчества. Василий Васильевич Капнист, известнейший, популярнейший термотург начала, дай Бог памяти, XIX века. А Василий Кивилович Тридиаковский, ну, мы его знаем как поэта, но успешно выступавший тоже с пьесами, соответственно, конкурент Василия Васильевича. И Курносый царь — это, соответственно, Павел I покойный. Капнист пьесу накропал громадного размеру, и вот он спит в то время, как царь-батюшка не спит. Он ночь-полночь пришел в театр и требует премьеру. Не знаем, кто его толкнул. История молчит. Портел и ложи, тихо все, ни блеску, ни гибенью. Актеры молятся тайком, слух роли говорят. Там где-то в страшной тишине маячат жулкой тенью. Курносый царь и с ним еще, кажись, фельдьегеря. Вот отмахали первый акт. Все глухо, как в могиле, но тянет, тянет колотком оттуда. Тьфу-тьфу-тьфу. Играть второй пришел приказ. И с Богом приступили. В то время, как фельдьегер есть и ринулся во зьму. Василь Васильевич Капнис метался на перине. Опять уж тот же страшный сон, какой уж был в четверг, Что он где лезет на Олимп. Но подошел к вершине. Василь Кириллович ссок его за ногу. И не зверк. За ногу тряс его меж тем. Фельдьегер с предписанием Схватить немедленно и в чем есть Отправиться в Урал. Чтоб впредь и думать не посмел Придерзосным мараньем Бумагу нашу изводить Дабы хулы не кулал. И не успел двух раз моргнуть Наш, прямо скажем, Вася, как был В овчину водворен и в сани водворен. Трясли ухабы, тряс мороз, А сам-то как он трясся, В то время, как уж третий акт Давали пред царем. Краснел курнос или пледнел, Во тьме не видно было. В то время, как Фельдьегер Есть и уторжка догнал, Дабы сугубо наказать Презиренного Зуила, Железы руки заковать, Дабы хулы не клал. Но я не клал, Скричал капнист, Тача скупые слезы. Я ж только выставил порог По правилам искусств, Но я ж его и заплечил. За что ж меня в железы И в пятом акте истребил? За что ж меня в Иркутск Меж тем кузнец Ему ковал С похмелья Непроворно. А тут еще один гонец Летит во весь опор. Василь Васильевич капнист Взглянул, Вздохнул покорно И рухнул русский ювенал У позлощенных шпор. Текли часы, Очнулся он, Задумчивый и вялый, Маненько ветер злепил И посмотрел в просвет, Что брать там за городок уже. Иркутск, пожалуй, Пожалуй, барин Петербург, Последовал ответ. Как Петербург? Скричал капнист, Лишаясь старосмысла. Вас, барин, Велено вернуть, До вашего двора, А от морозу и вообще Медвежий полок Прислан, И велено просить И впредь Не покладать Пера. Да, испарился царский гнев Уже в четвертом акте, Где змей порока Пойман был И не сумел Уползть. Сие мерзавцу По делам Царь молвил И в антракте Послал гонца Вернуть дворца Завернутого в ползть. Все ближе, ближе Петербург И вот уже застава В пятом акте Царь скричал Василий Молодец! И на заставе Ждет уже Дворцовая подстава И только прах Из-под копыт И пули Во дворец. Василий Васильевич На паркет В чем был Исползть и выполз, А тут ему и Водки что И пряник Закусить? О, негодяй! Воскликнул царь И золотом осыпал По что заставил Ты меня Столь много Пережить? Вот что Был в прежние годы Когда не был свободы Аплодисменты Аплодисменты